По сути, тандыр это мангал особой круглой или кувшинообразной формы, служащей для приготовления разнообразной пищи у народов Азии, Кавказа, Балканского полуострова. В этом видео я покажу, как правильно сделать первый обжиг тандыра и подготовить его к долговечной работе. Приветствую вас, друзья мои! С вами Серега, вы смотрите Несложную кулинарию. Недавно друзья подарили мне тандыр, и признаюсь честно, что я достаточно давно его хотел, и у меня имеется опыт обжига нескольких тандыров и приготовления пищи в них. Однако своего тандыра я никогда не имел. Сразу же хотелось бы отметить, что процесс обжига для тандыра очень важен, и от того, насколько правильно вы обожгете тандыр, зависит то, насколько долго он вам прослужит. Но сразу же хотелось бы сказать, что ничего сложного в процессе обжига тандыра нет. Просто соблюдайте все инструкции, и у вас обязательно все получится, и ваш тандыр прослужит вам долго. В самом начале обжига снимаем с тандыра большую и малую крышки, а также открываем заслонку поддувала. На колосник помещаем то, чем будем разжигать щепу. В моем случае это березовая кора и саму щепу. Разводим огонь. Первые 30 минут необходимо поддерживать в тандыре слабое горение. Следите за тем, чтобы высота пламени не превышала 30% от высоты тандыра. Первый этап позволит прогреться стенкам тандыра равномерно и постепенно. Через полчаса переходим ко второй стадии обжига тандыра. Подкидываем несколько поленьев. Когда они разгорятся, можно добавить еще несколько. На этом этапе языки пламени должны достигать горловины тандыра. Если вы все сделали правильно, то на тандыре должны начать образовываться небольшие трещины. Не бойтесь, их появление это абсолютно нормальный для обжига тандыра процесс. У вас обязательно на корпусе должны быть трещины, потому что через них тандыр дышит. Сколько по времени обжигать тандыр, однозначно ответить сложно. Обратите внимание на один момент. Когда внутри тандыра стенки черные от копоти дров, значит он еще не прогрелся. Когда стенки станут светлого цвета, значит подкидывать дрова больше не нужно. Ваш тандыр хорошо прогрелся. Ждем пока пламя потухнет, и на дне тандыра останутся только угли. Когда стенки тандыра побелеют, а на его дне останутся только угли, это первый признак того, что необходимо переходить к последней стадии обжига тандыра, к его завершениям. При помощи кочерги равномерно распределяем угли по дну тандыра. Устанавливаем на место большую и малую крышки тандыра, а также заслонку поддувала. Клеющие угли завершат процесс обжига тандыра и позволят вам приступить к его эксплуатации. Обратите внимание, что тандыр должен самостоятельно постепенно остыть. В момент первого обжига готовить еду в тандыре не рекомендуется. Обжиг тандыра завершен. Сейчас он самостоятельно, медленно остынет и будет полностью готов к эксплуатации. Самое главное, что стоит запомнить, спешить при обжиге тандыра нельзя. Тандыр должен плавно и постепенно прогреваться до более высоких температур. Тогда тандыр прослужит вам долгие годы. Если вам понравилось это видео, не забудьте оценить его своим лайком. А также напишите внизу в комментариях, нравится ли вам готовить в тандыре. И если да, то с какого рецепта вы бы порекомендовали начать погружение моих зрителей в тандырную тему. Разумеется, подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор не подписаны. У меня много простых и очень вкусных рецептов. До скорых встреч и приятного всем аппетита!